всем привет друзья сегодня 1 апреля 2020 года вы на канале об инвестициях и не только о них если вам это интересно если это вас волнует ставьте лайк подписывайтесь на мой канал следите за моими приключениями на фондовом рынке но сегодня друзья честно признаюсь каюсь решил немножко нарушить режим самоизоляции но с благой целью и совсем ненадолго выбежал из дома оглядываясь осматриваясь чтобы не попасться в поле зрения с сотрудником ппс которые по городу у нас катаются и сообщают в матюгальники громкоговорители о необходимости соблюдать карантин не выходить из квартир но я рискнул добежать до гаража и поменял там комплект колес переставил зимнюю резину на летнюю у нас в городе уже в принципе устаканилась хорошая погода выглянуло солнышко уже тепло довольно длительное время но я так думаю снегопады не ожидаются хотя в некоторых регионах судя по новостям они возможны даже в апреле настроение в этой связи но не знаю у меня почему-то всегда радостная когда меняешь резину на машине я это как-то ассоциирую знаете вот когда мы меняем зимнюю одежду на какую-то весеннюю более легкую более яркую ну какой-то процесс обновления происходит весна птички поют ну как-то не знаю невольно поднимается настроение поэтому мне кажется машина тоже это всегда воспринимает как радостное событие потому что летняя резина как правило на каких-то более красивых дисках стоит ну и поэтому мне кажется автомобиль преображается то есть но для меня это событие такое приятное всегда именно переобувание обратно в переобувание на лето что еще хотелось бы в этой связи сказать применительно к инвестициям к финансам и так далее у меня есть правило которому которого я стараюсь придерживаться на всех своих автомобилях на прошлых и на нынешнем я стараюсь иметь комплект колес в сборе но именно зимний комплект был у меня опыт когда у меня колеса были не в сборе и соответственно приходилось заниматься перебрасыванием резины из дисков и очень мне это не понравилось и для себя я принял решение что мне удобнее комфортнее когда у меня два полноценных комплекта колес я здесь вижу два преимущества который на мой взгляд перевешивают ну первое основное преимущество вы не тратите время потому что все мы понимаем и знаем какие очереди возникают уже на монтажках на переобувание вот сезонность когда вот это наступает можно очень долго простоять можно ждать до ночи грубо говоря ну либо это какая-то предварительная запись но опять же это не всегда удобно потому что эта запись не всегда совпадает с вашим графиком но определенный временной дискомфорт который мне лично неприятен я люблю свое время контролировать понимать что когда и зачем я делаю и не терять его попусту поэтому комплект колес для меня с этой точки зрения оптимальным то есть когда мне необходимо когда считаю нужным я иду и спокойненько в легком свободном темпе в течение часа я переставляю эти четыре колеса и думаю любой мужчина у кого руки растут не совсем из попы сможет справиться с этим с этой задачей это ну совершенно не трудно это не какой-то сложный ремонт для которого необходимо обращаться в сервис второй момент экономический вот на мой автомобиль например процедура и перебрасывание скажем резины на диск с балансировкой которая в этом случае выполняется стоит примерно около 1200 полторы тысячи рублей меня в регионе если предположить что эту процедуру мы проделываем дважды в год соответственно весной и осенью то эта стоимость получается ну в районе трех тысяч рублей платить 3000 рублей в год за ну в общем то ни за что за то что можно сделать самому в течение там опять же всего лишь час причем но это не тяжелый физический труд это можно делать в удовольствие легко приятно и чего там такого нету мучительного я считаю что это прекрасный способ эти деньги не тратить то есть если мы на что-то можем не расходовать деньги этого лучше не делать данном случае мне кажется это та статья расходов которую мужчина может прекрасно самостоятельно исключить из своего бюджета и делать все это сам вы конечно разумно мне возразить что эти диски надо кроме того еще и купить да это так но в принципе зимний комплект можно иметь вполне на штампованных дисков дисках и этот комплект штамповки он вполне окупится у вас там буквально за три сезона даже если покупать их новые но при этом вы покупаете вещь которую впоследствии вы опять же можете реализовать либо продать вместе с машиной либо продать отдельно от машины но мне кажется это все равно более целесообразно чем оплачивать услуги без которых можно обойтись такие дела друзья просто решил поделиться этой информацией расскажите пожалуйста в комментариях как у вас обстоят дело с этим вопросом поменяли ли вы уже резину планируете ли вы ее менять как вы предпочитаете это делать то есть у вас отдельный комплект колес либо вы предпочитаете ездить шиномонтаж и перекидывать на единственный комплект дисков всем кому это видео понравилось было интересно поставьте мне лайк вообще на своем канале я рассуждаю об инвестициях о фондовом рынке сам я занимаюсь инвестициями ну и регулярно докладываю о своих результатах в том числе у меня будет чуть позже к вечеру отчет о том как вел себя сегодня мой портфель всем кому понравилось друзья поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал будем рассуждать на тему финансов на тему пассивного дохода на тему финансовой грамотности берегите себя соблюдать карантин не делайте так как я я после того как все это провернул сразу же прибежал домой помыл руки все больше никуда пока пока берегите себя